Стой, Вельтер! Что такое? Я чувствую рядом присутствие древнего говноря. Помнишь, Пеннис говорил нам, что в этих горах скрыт могучий артефакт? Да, совсем близко. Вельтер, помоги мне сдвинуть этот камень. Смотри, Вельтер! Что такое? Мы нашли пятый эпизод Драгонаги! Удача есть план на борту Капитан. Мы не виделись с прошлого года, но Гвалтер зря времени не терял. Он продолжал быть тем пройдохой и обаятельным шалопаем, каким мы его запомнили тем далеким летом 2020-го. И по своему обыкновению он стоял и слушал проповедь в маленьком филиале Андрастианской церкви в Арзамаре. Ведь, как мы помним, он всегда предпочитал странным верованиям своих предков более последовательные и правдоподобные учения Андрасте. Он понимал, что, возможно, это его последний визит в родной город, так что молитва на дорожку показалась ему отличным поводом задержаться в этом месте еще на мгновение. Создатель нашел мое тело. Молитва придала ему сил и уверенности в грядущем дне, так что его путь до Редклифа дался легче ожидаемого, несмотря на периодические неприятные встречи. Возможно, идея таскаться по стране пешком была не самой практичной, но лошади в Ферлдене появятся только лет через десять, а Алистер отказывался катить Гвалтера в повозке даже под ударами кнута. Но Гвалтер даже не злился, а только весело посмеивался, ибо был верным рабом божьим и возлюбил каждую тварь. Даже если этой тварью был Алистер. Итак, крестовый поход наш неумолимо несется вперед, и вперед этот не предвещает добра. Близ замка Редклиф, в коем обосновался заветный Эрл Эамон, обеспокоенные люди рассказывают, что в замке пиздец. Оттуда доносятся песни Киша, а по ночам так вообще говнари выбегают похмелиться да закусить человеческим мясом, а пару человек забрать с собой на вечный тусич. Что с Эамоном? Непонятно. Как решать проблему? Неясно. Иди, стало быть, решай сам. Ну ладно. Крестьяне активно готовятся к очередному набегу мертвых анархистов, и им даже можно помочь. Нападать пиздов к янчуге кузнецу, отказывающемуся работать. Если ты пришел избить несчастного старика, то валяй. Мне и так уже жить особо незачем. Нападать пиздов земли кузапершемуся с парой сладких мальчиков и многими другими способами, которые умножатся на ноль, если перед битвой съебаться куда подальше. Но мы так, конечно, делать не будем. Мы горожанам поможем и дадим понюхать этой пиздобратье и поганой метлы. Битва хоть и увенчалась успехом, но это было только начало. Утром из замка приплелась еще более жуткая мразь, чем любой зомби, а именно жена Эамона Изольда. Та самая Изольда, под влиянием которой Эрл отправил Алистера в интернат, вследствие чего Алистер из перспективного красавца стал аутичным, забитым, пострадавшим от хромовничьей едовщины, серым стражем на подсосе у дворфа из пыльного квартала. Она доебалась до обладателя потрясающей и непрактичной косички Бана Тегана, брата Эамона, которого она называет Теган. И просит пойти с ней в замок в одиночку. Нет, это вообще не подозрительно, никакой подставы вообще не пахнет ни разу, даже разве такое кривое лицо может завести кого-нибудь по собственной глупости в ловушку или проблемную ситуацию? Нет, конечно. Теган соглашается, но Гвалтеру говорит, чтобы тот пошел в замок за ним через тайный ход. Почему им раньше не воспользовались, чтобы разведать обстановку, узнать там, как ваш граф поживает? Не, не хотите? Ну, ну ладно. А в замке, короче, шоу ей пиздец. В сына Эамона вселилась голограмма горшка и мегагегос устроила. Все тащатся, ядово слэмят. Не больно видеть Стерлтен, он падет жою рукой. Терзаем по рожденьям тьмы, мечтает обрести в огонь. У власти старый злобный черт, а в магах демоны сидят, а в церквях бабушки дердят, а лодры дуга наедят. А Алистерный дух! После гегоса все оправляются от кровавого угара и думают, что же с пиздюченышем делать. Как горшка из него изгнать, да заставить за ум разом взяться, а то у него ЕГЭ скоро, нужно репетитора нанимать. Кстати, о репетиторах. Вот этого человека с кислым лицом зовут Йован. Начни мы игру за мага, он был бы нашим давним корешем драгоценным, которого повязали за магию крови, коей он научился у одного лысого сходи попысого. Заткнись! Мужайся, мать! Йована за магию крови набутылили. Но мы Гвалтер Арзамарский, поэтому он для нас чистый лист бумаги, однако положение вещей это не меняет. Прознав, что сынок Айамоновский подает признаки мага, эта тупарилка думала, что она самая умная и сможет мальца от службы в башне отмазать, наняв ему репетитора, который научил бы его эти богопротивные наклонности скрывать. И как удачно, что ей с этим помог такой хороший, верный товарищ, как Тейрн Логейн, отправив ей подходящую на эту роль кандидатуру. Кандидатурой, в свою очередь, оказался Йован, который между уроками трансдификации и кастования фаерболов траванул старичка новичком, отчего тот впал в кому. Ой, какие актуальные у меня шутки, да. Малец от такого расклада бомбанул и вселил в себя демона, который пообещал спасти Амона от смерти. Обещание он сдержал. Эмон хоть и в коме, но не крякнулся. Однако обстановка в замке, сами видите, удивительным образом преобразилась. Варианта три. Попросить помощи магов круга для изгнания бесов, попросить Йована провести кровавый ритуал с жертвоприношениями или просто кокнуть паренька да жить поживать. Но учитывая, что маги в башне нам уже не помогут, а за убийство детей тот Говард забанит меня в Скайриме, остается лишь вариант с жертвоприношением. Да и кандидатура уже есть подходящая, да и она сама не против, но вы поняли, будем промышлять сатанизмами во имя добра. Пиздюк спасен, горшок повержен, но что же делать дальше? И ОМОН сам себя не проснет, а никто не знает. Но знаете, кто знает? Казалось бы, наковальная пустоты уже была, куда уж дальше-то, но не тут-то было. Ибо у церкви Андрасты тоже есть свои тузы в рукаве. И в штанах. Изольда, мало того, что была женщиной неприятной, так она еще и в трудный час половину лыцарей послала за магическим артефактом неопределенного местоположения и мифического существования. То есть да, типичный артефакт, который найдет только главный герой и больше никто. И одна половина этой половины до сих пор ходит, рыщет, артефакт и ищет, а другая бесследно исчезла подозрительным образом. Так вот, найти нашей бравой команде предстоит прах той самой Андрасты, которая по ничем не подтвержденным слухам и мифам, что, кстати, не заставила эту женщину задуматься, а не стоит ли значительную часть наших войск посылать за черт-най-чем в такое нестабильное время. Что может случиться? В моего магически нестабильного сына все лица демона, весь замок наполнит живыми мертвецами? Глупость какая! Обладает целительными свойствами. Короче, как святые мощи, только целовать их вроде как не надо. Но можно. Но Найткроулер все равно был бы не против, ведь это Тяночка. Так вот, единственная зацепочка, которая может привести нашу команду к артефакту, это некий брат Дженитиви. Великий ученый, который занимается этим вопросом уже давно и, возможно, добился некоторых успехов. И находится он в столице Ферлдена, городе Денерим. В него и отправится наша команда на поиски ученого деда-пердеда. Солнечный Денерим встречает нас с привычной мертвостью происходящего. Но в этот раз разработчики постарались добавить им иллюзию живости. Посмотрите, дети, а они бегают из стороны в сторону, как им весело, как прекрасное счастливое мгновение детства. Найдя дом Дженитиви, Гвалт разнакомится с его любезным, абсолютно неподозрительным помощником, который говорит, что Дженитиви не дома и отправился к озеру Калинхат. Отправляйся за Дженитиви, если иначе не можешь. Но будь осторожен. Звучит правдоподобно. Пойдем через полстраны и проведаем наши крововые мозоли от пешего путешествия по стране. Не такое видали? Брат Дженитиви... Нет, нет, конечно нет. Никогда о нем не слышал. Они следят за мной. Они ищут всех, кто спрашивает о брате Дженитиви. Они велели мне делать вид, будто все в порядке, и отрицать, что видел монаха или рыцарей. Что-то мне подсказывает, что этот парнишка был с нами не особо-то и честен. Ты вернулся? Я рад, что ты жив. За Андраста! Какой-то он нервный. Короче, дело с прахом Андраста оказалось запутаннее, чем Гвалтер предполагал, и, судя по всему, кто-то очень не хочет, чтобы его нашли. Однако, раскрыв обман, кстати, вот настоящий ассистент Дженитиви спрятался, и мы его нашли. Гвалтер обнаружил записи исследований Дженитиви, из которых он узнает о маленькой деревеньке под Уст-Пердяевском, носящей незамысловатое название «Убежище», в которой, судя по всему, прах и должен находиться. Гвалтер собрал пожитки, но не может же он уйти из столицы Ферлдена, не посетив одну из местных достопримечательностей и заведения под названием «Жемчужина». Разумеется, для проповеди о том, как важно хранить целомудрие до свадьбы. Так кого же тебе показать? Мужчин или женщин? Или ты предпочитаешь сразу и тех, и других? О, да ты любишь приключения, не так ли? Думаю, мы сумеем тебе угодить. Ступай за мной. О, нет, о, нет, все пошло, не поплало. Я теперь грязный, грязный, нечистая грязь, гниль, падла, жопа. Убежище, как и полагается приличной маленькой деревеньке, встречает нашу команду радужных оттенков пейзажем и недоверием. Здесь ничего для тебя нет. Они что-то скрывают. Это совершенно очевидно. Все жители ушли в церковь поблагодарить создателя за еще один светлый и счастливый день. Так что деревня по большей части пустует, за исключением торговца и этого обаятельного мальчугана. Котик, котик, где ты был? Я у короля гостил. Во дворце красиво, там на кухне рыба, там по мягкому ковру ходят принцы по утру. И принцесса там жила, дружева весь день плела. Убежище – это убежище. А вот у меня есть тайна. Хочешь, покажу? Она счастливая. Зайдя в церковь, Гвалтер познакомился с местным проповедником. Наконец-то человек бога, уж он-то нам поможет. Чужаки все портят. Братья, вы знаете, что надо делать. И что? Ладно, он не сильно нам помог. Однако в соседней комнате мы находим брата Джанетиви. Эка разлегся царь во дворца. Гвалтер получает от него инструкции, как дойти до подземелья с прахом, после чего он посылается на все четыре ковылять пешком до Донариму. Нет у меня времени отдыхать. Я почти кончил. Я... Слава создателю. И снова датш, и снова кринж. Чувак, ты думал, здесь будет кавер на 11 сентября Миши Круга? Закрывай видео иди нахуй. Сектанты, драконы и другие враги не были помехой для Гвалтера, ведь его вел перст создателя. Но пути создателя неисповедимы, и последующие события изменили всю его жизнь и мировоззрение. Что-то в речах этого мужичка остановило Гвалтера от вытаскивания меча из-за спины. Он решил дать ему шанс и обсудил с ним текущую ситуацию. Тот рассказал ему о том, что его вера учит тому, что Андраста не умерла окончательно, а переродилась в высшего дракона. Что ж, пока звучит как ёбаный бред, но я ему верю, подумал Гвалтер. Сектант же заявил, что Андраста нуждается в помощи Гвалтера. Хотя, возможно, есть способ искупить твои недавние прегрешения. От него требуется уничтожить урну праха, хотя горточку для Аймона взять разрешается, ничего страшного тут нет, потому что он не дает раскрыться её подлинному потанцевалу и силе. Короче, эдакий божественный оверклокинг. И знаете, Гвалтер всегда был человеком набожным, и был знаменит своей крепкой верой в классические учения об Андрасте и Создателе. Однако же, посмотрите на эту сцену. Великая Андрасте, молю, сдержи свой гнев. Я привёл к тебе защитника, что обрушится на врагов подобно очистительному пламени, провожив путь славе твоей. О, возлюбленная Андрасте, о, святая Андрасте, мы превозносим имя твое. Я говорил с вас, слюбленной Андрасте, она позволит вам пройти. Дракон послушался его и полетел чилить на гору, вместо того, чтобы закусить гномиком и его костлявыми друзьями. Если для вас это не является доказательством их правоты, то просто уходите нахуй с моего канала, вам тут не рады? Ошеломлённый величием высшего дракона, хоть и слегка мешкая, ведь всё, обо что он верил, только что перевернулась с ног на кок, Гвалтер согласился исполнить их волю, что сделало дальнейшее прохождение легче, ведь местные обитатели на него больше не акрились. Дружба — это то, чего нам порой не хватает. Как бы облегчились прохождения других РПГ, если бы со всеми врагами можно было просто поговорить и подружиться, а потом проводить досуг у них в гостях за чашечкой чая с вареньем. Путь к испытаниям преграждал мистического виду страж, задающий каверзные вопросы. Он толкает речь и выёбывается, кошмарит наших друзей, и только у мариганочки хватает величины и твёрдости тестикул, чтобы послать его куда подальше. И несмотря на свою мощность, мудрость и древность, он по какой-то причине, признании родословной всех на свете, не подозревает о том, что Гвалтер подумывает сделать прахом. Он всех пропускает и глазом не моргнув. А почему? А потому же, почему, если вы во второй части будете играть за мага-отступника, несмотря на то, что во главе всего там лежит конфликт магов и храмовников, конкретно на главного героя все хер кладут. Это называется ггшная иммунность. Стенаристам просто, наверное, было лень продумывать альтернативные способы получения праха. Они тут, понимаешь, старались, искали загадки, раскидывали огонь, через который можно пройти только без обмундирования, вырезали красивые картинки с котятами, они тут жалуются. Путь к праху является испытанием веры, так что такой набожный человек, как Гвалтер, пройдет его, как два пальца зеврану в зад. Сначала голубые прозрачные знакомые андрасты, как я уже говорил, загадывают загадку. В случае правильного ответа они признают, что ты ровный верун и разбивают свои призрачные сущности об дверь, а в случае неправильного превращаются в некроморфа и всячески пытаются вас обесчестить. Далее, ничего себе, но тут по задумке разработчиков эмоциональный момент. Потому что на пути героев появляется проекция какого-нибудь персонажа из пролога протагониста, но в данном случае вместо кого-то действительно прикольного появился мерзкий крысеныш Лиаске, которому Гвалтер отдал лучшие годы, а тот в итоге его попытался прирезать, будучи на подсосе у Жарвии. Так что их диалог сух, как моя кожа на руках при постоянном использовании антисептиков, потому что я не хочу подцепить ковид, пока еду в метро, и короток, как мышь. Я горжусь тобой. Ишь, куда забрался. Вот, смотри. Валялось тут, а мне и ничему. А тебе пригодится, я знаю. Прощай, дружище. Вспоминай меня. Вы меня не проймете такими дешевыми трюками. Фидеры. А дальше Гвалтера ждала схватка с самым грозным врагом. С самим собой. На команду напала патия из их двойников, обладающая теми же силами и умениями, что и они сами. Правда, Гвалтер какой-то халтурный, хейтеры нос исказили. Но они всего лишь копии, а у Гвалтера есть то, что невозможно скопировать. У них могут быть какой угодно величины мышцы, но у нас есть интеллект. Так что победителями из битв выходят самые достойные. Но интеллект и дальше пригодился, ибо нас ждала самая настоящая головоломочка. Проведи Гвалтера на другую сторону, нажимая на панельки. Блять. Несколько переполненных интеллектом часов спустя. И в следующей комнате уже находится заветный артефакт. Мать милосердная, она... Она существует. Пройти к которому можно только раздевшись. Эту деталь сами додумываете, однако похотливый взгляд стража праха говорит сам за себя. Паломник, ты проявил себя достойно. Ну и дальше Гвалтер совершает крамольные действия над останками святой женщины, предварительно отсыпав щепоточку в кармашек. И, кстати, если будете заниматься чем-то подобным, советую отослать Вина и Лилиану подальше, а то они могут не так понять ваши действия и немножечко попытаться вас убить. В нашем случае мы оказались умнее и убили Вин предварительно, что лишило нас неплохого мага в команде, но что не сделаешь ради любимых подписчиков. Я ради вас даже эльфов перебил, лишив себя тем самым доступа к бесконечным количествам эльфийских корней в их лавке. А из эльфийских корней, между прочим, крафтятся хилки. А вы, дорога, нагу смотрите, все хуже и хуже. Я такими темпами... А так нападет только незадачливый охранник, которого теперь, очевидно, лишат премии. Зато сектанты счастливые и даже дают нам глотнуть своих фирменных горячительных напитков, придающих сил, бодрости духа, например, и влечения к мужчинам. Не зря мы уничтожали святую реликвию, даже ачивку получили. Правда, в Гоге от них никакого толка, они даже в профиле не высветятся, они чисто внутриигровые. Что ты мне тут светишь, бесполезная ачивка? Думаешь, я тебя обрадуюсь? Обрадуюсь такому ничтожеству, как ты? Мои друзья даже не узнают, что я тебя получил. От тебя никакой пользы. Ну ладно, прости, не расстраивайся. Я рад, что тебя получил. Плевать, что о тебе знаю только я. Я тебя получал для себя, а не для того, чтобы кто-то узнал, какой я топовый геймер. Получил тут, видите, или ачивку. Важно, что об этих отношениях знаем только я и ты. Это самое важное. Ты очень дорога мне, правда. Я не хотел с тобой как-то грубо поступить. Не знаю, что на меня нашло. Просто день как-то не задался. Ямон жмыхнул праху и доволен. Он полон сил, бодр и весел, но немного приуныл, узнав о добровольной смерти жены. Я горюю об Изольде. Оно того стоило. Эти отношения до добра не довели бы. Сначала он лишился Алистера, потом его траванули, а в сына вселился демон. Дальше он бы подцепил нейросифилис и влюбился в собаку. Еще спасибо скажет. Ну и раз уж такое дело, что все проблемы решены, земля вновь в равновесии и всем в принципе неплохо, пора поднимать знамена и выходить на честный поединок. в рэп-баттле. Если мы одолеем Логейна, вся страна пойдет за нами. Ему ничего не остается, кроме как выступить против нас. Ты, ман, медленно тут читаешь, я тебя буду выносить своими читами. Ты будешь пить сок из моих нахуй носок. Я буду твою тёлку ебачос. Ты не трогай мою бабу, потому что... Хочешь, я тебе скажу секрет? У меня её нет. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ми 퍼łby. Субтитры создавал DimaTorzok